Привет, с вами Андрей. Собственно, в этом выпуске я хотел бы рассказать про зараженную пасть. Информация будет актуальна на версию 8.3.1, если версия у вас плавающая, то есть она выше, либо ниже, информация может быть не актуальна, и ищите более подробно в Википедии по игре, что дает зараженная пасть и как часто она обновляется. Зараженная пасть у нас обновляется раз в игровой месяц. В зараженную пасть можно запихнуть 5 тушек любых существ, ну практически любых. Вот, получается 25 февраля, грубо говоря, у нас обновится зараженная пасть 12 дней. Вот. Так же, как и зараженный город. Также в зараженном городе я рекомендую и постоянно лутать бензоправку. вот она, собственно, вы ее постоянно лутаете, и у вас, во-первых, топливо, ну, грубо говоря, бесплатное вы получаете его, ну, как сказать, бесплатное, вы его получаете раз в месяц. Пусть не самый большой объем топлива, но все-таки. Так же, если есть у вас вот 10 тысяч, собственно, топлива, оно все равно, это зараженное АЗС, и оно не мутированное, в отличие от остальных. А как, собственно, это зеленый город, город Эмба, как их найти на карте? Вот, обратите внимание, они подписаны, города с цифрами. Вот, например, Мирный, Горький, собственно, Ставрополь 27, Мирный 95, вот тут вот еще город есть, но почему-то он у меня не просветился. Факт в том, что, видимо, по тем городам, которые вы ходил, соответственно, они просвечиваются на карте. По тем городам, которые вы не ходили, ну, соответственно, они не просвечиваются. Так же есть еще у Ростова-Дона, у Ижевска города, зараженные рядом со Свердловском, так же есть города, недалеко от Красноярска, где у нас последний находится биолог. Вначале я постараюсь прикрепить на актуальную версию обмена, которую тушит. То есть я, например, обменил только что тараканов радиоактивных. Я вот, собственно, с этих радиоактивных тараканов получил моторы. Вот, электромоторы, которые можно как разобрать, получить медный лом, болты и, собственно, металлоломы немножко. так и продать. Сейчас я вот доеду до Твери. Собственно, зеленые города открываются после того, как вы пройдете, ну, скажем так, не пройдете, а начнете сюжет Эмба. Как-то вы начнете сюжет Эмба, и тогда они начнутся. Собственно, когда у вас появится первый биолог вот в этом поселении, в Твери, у меня вот сейчас нет, он переехал в другое поселение. Биолог имеет свойство переезжать по поселениям, соответственно, каждый раз он будет двигаться по поселениям. Мы, собственно, вот сейчас я его продам, и смотри, сколько мы за раз, ну, смотрите, 1875 монет получил. Ну, грубо говоря, ну, неплохо, как говорится, просто, говорится, пять тараканов запихнул. А в каждую яму, которая зараженная пасть, вы можете запихнуть только пять разных тушек. Тушки не все можно запихнуть, а только конкретные типы. Какие конкретные, я прикреплю вначале, чтобы вы имели представление. Вот. Также по биологу, в принципе, я думаю, мы сейчас вместе с вами доедем. Давайте посмотрим, сейчас я доеду. И покажу вам, как выглядит биолог, чтобы вы нашли его у себя. Он, понятное дело, что те, кто начинает с Твери, вообще квест Эмбо начинается у нас с Твери. Тем самым вы, грубо говоря, начав с Твери, вы будете двигаться уже дальше по карте. А Эмбо очень серьезные противники. Если вы, прямо скажем так, самый-самый-самый, что ни на есть новичок, я не рекомендую пробивать Эмбо, особенно если вы не подготовлены. Эмбо, почему они очень серьезные? Они бьют сплэш-уроном. Возможно, в дальнейшем мы вместе с вами будем пробивать Эмбо противников. Также разработчики нам добавили Эмбо, но постоянку. И мы можем в локациях, сейчас мы, например, доедем до Киева. Я вам покажу, где у меня биолог в данный момент находится. Давайте посмотрим по карте, где он у нас. Вот, мы практически доехали до него. Вот. Собственно, по биологу. Собственно, доезжаем сейчас до Киева. Закидываем. Как, собственно, прокачать, продвинуться дальше по биологу? Также рядом с биологом будет недалеко от Киева зараженный город. Он называется, собственно, Горький. Вот вы можете его увидеть здесь, он присутствует. У меня он помечен. Горький, 98. Вот. Недалеко от ЭЗС. В городе Чернобыль. Давайте поедим, поспим. Собственно, восстановим статы нашего персонажа, для того, чтобы персонаж чувствовал себя получше. А просто после сна у меня еще бонус к скорости идет. То есть у меня так скорость 30, а так скорость 36. Ну, все-таки это немного, конечно, но как-никак это лучше. Вот, собственно, вот я доехал до Киева. У меня в Киеве вот биолог. Вот так вот выглядит иконка биолога. Вот, собственно, сам биолог. У меня он в данном момент на шестом уровне. Вот такие вот награды у биолога присутствуют. То есть, так сказать, не награды, а предметы, которые вы можете получить. Самый ценный, конечно же, Марс. У него там целая линейка обменов присутствует. Вот, их, Марс, можно отправлять в разные, собственно, биомы. И тогда вы с помощью, ну, потом вы, Марс, как говорится, через какое-то время пришел, вы забрали награду, Марс перезарядили. Это очень дорогое удовольствие, скажем честно. Но, опять же, если вы дорастете до 17-го Марса, то, я думаю, для вас не составит проблем. Собственно, прокачать. Но, вообще, я рекомендую, конечно, мачете Тайга. Она может показаться очень-очень слабым оружием. Она не настолько мощная, как может показаться, но она очень эффективная. Это один из самых полезных ножей. Также для биомассы стоит использовать экстрактор. Он, собственно, для этого нужен декомпозит. Как и для всего остального, как вы видите, декомпозит нужен. А где взять, собственно, этот декомпозит? Декомпозит у вас падает с квестов в баре. Вот у вас биолог дает квест на декомпозит. Вы, собственно, его берете. И едете, выполняете квест. И, собственно, в конце получаете этот декомпозит. Он падает по пять штук. Квесты обновляются раз в час. Соответственно, вы сможете через час, как говорится, увидеть новые квесты. Вот. Как-то так. По сути, по зараженной яме и по зараженным городам это все, что я хотел бы вам сказать. Вот. Поэтому берете, как говорится, квесты Эмбо, когда вы ездите. Зараженная пасть – одно из самых полезных мест. Единственное, у него кулдаун, грубо говоря, месяц игры. Но все равно вы зараженных городов, как вы видите, достаточно много. То есть, вот, например, я в данный момент, как вы помните, нахожусь в Туле. У меня в моем распоряжении, грубо говоря, уже три города. Как видите, они помечены зелеными маркерами. А тут еще Ростов-Дон недалеко, не так далеко. Как вы видите, он внизу там присутствует. Меточка тоже зеленая. То есть, вы понимаете, насколько много городов. И когда вы выполняете, собственно, прокачиваете биолога, собственно, вот этого вот, переходите на следующий его уровень, тогда у вас он, биолог, переезжает по поселениям. То есть, он в одном поселении заканчивается. Вот, например, первое поселение это будет Тверь, потом Тула, потом, собственно, Киев, потом Ростов-Дон и так далее. Потом Ижевск, ну, собственно, Челябинск и, не буду, как говорится, дальше перечислять, и, собственно, Красноярск. Но факт в том, что он будет так вот и двигаться, двигаться, двигаться. И в конечном итоге зараженные города у вас будут открытые. А, по зараженным городам еще забыл сказать. Собственно, сейчас я покажу. Проект Эмба. Обратите внимание, в зараженных городах нужны спарацветы. Спарацветы и геноплоды. У меня с собой, правда, нету. Но факт в том, что я вам могу вкратце рассказать, чтобы вы имели представление. Геноплоды где получаются, и спарацветы где получаются. Собственно, спарацветы получаются. Ну, собственно, цветочки, которые в зеленом городах. Они появляются в красных зданиях. Обратите внимание, вот красное здание с цветочками. И здесь появляются спарацветы. Вот эти вот цветы в награду, когда вы победите на локации. Собственно, геноплоды появляются в остальных городах. То есть, не в остальных, а вот в этих вот локациях, когда вы откроете их с помощью гербицида. То есть, вы открываете с помощью гербицида, и у вас, вот видите, здесь присутствует геноплод. Собственно, как получить гербицид? Мы только что смотрели вместе с вами у биолога. Ну, собственно, биолог, он крафтит, если же быть, на уровне на третьем. Давайте еще раз вместе с вами посмотрим. Заходим к биологу на четвертом. Но факт в том, что вот, видите, то есть, гербицид, он нужен для открытия и прокачки дальше зданий. Дальше, собственно, уровня биолога. Ну, и открытие зданий тоже он нужен. А, собственно, спарацветы, которые вот здесь вот вы видите, они уже чисто через бой идут. Чтобы драться в том бою со спарацветами, ну, забирать спарацветы, я рекомендую использовать такое снаряжение, как Аида. Аида-2, Аида-3 и Аида-1. Где-то должна быть, вот она, Аида-1. Потому что у вас очень-очень мало шансов будет, скажем так, без Аиды что-либо сделать. А с Аидой у вас больше шансов будет защититься от именно биомутантов. Сопротивление урону, тут, как указано, защита от спора, сопротивление урону от биомутантов идёт. Не от всех массов. Есть, конечно же, Грейжина и Аида. У меня она с собой присутствует. Аида-2 тысячи. Но факт в том, что её только можно получить по ивенту Эмбо. Но в данный момент она недоступна. Если, конечно, вы её раньше не выбивали. Вот, собственно, всё. Это то, что я хотел рассказать по ивенту. Ну, скажем так, не по ивенту Эмбо, а по заражённой пасти, по заражённым городам. Что, собственно, города у нас обновляются раз в месяц. Игровой месяц. Что, собственно, города открываются только после того, как вы начнёте линейку Эмбо. То есть вы приходите в Тверь, подходите к биологу, начинаете, собственно, линейку Эмбо. И, собственно, у вас заражённые города открываются. Собственно, первый вот Мирный 95, потом Горький 98, потом вот Ставрополь рядом с Тулой, который находится. Следующий Ростов-Дон и так далее. Ижевск, собственно, и будет он двигаться дальше, и дальше-дальше пока переезжать будет. Он вам спросит биолог, хотите ли вы, чтобы он, как говорится, уехал в другое поселение. Вы ему отвечаете, да. И, собственно, он уезжает в поселение. Другое. Именно биолог. Вот это вот. Исследование, как вы видите, нужно, собственно, спороцветы, геноплоды. Все вот эти вот предметы лутаются в городах, в зелёных городах. То есть, собственно, спороцвет, я уже только что сказал, это из домов с растениями, именно с цветками. Геноплоды лутаются просто из-за всех остальных городов, зелёных городов, которые я показывал уже. Собственно, биомасса лутается с мицелия. У меня есть, у меня нет с собой биомассы. Чтобы найти мицелий, вам нужно сразиться с биомутантами. Собственно, черный ящик, он выбивается из босса локации. Собственно, босс локации, блин, я не показал вам, да. Босс локации, он находится в центре локации. Я сейчас вам покажу на примере, чтобы вы имели представление. Вот, собственно, босс локации находится вот здесь вот в центре. Для того, чтобы его активировать, вам нужно активировать водонапорная башня. Она вот эти вот, это вот. Вы видите значочек, я, собственно, вот здесь вот активируюте её. Их бывает несколько, вот этих вот предметов. Собственно, подъезжаете сюда, вас спрашивают, хотите включить насос? Вы отвечаете, да, мы хотим включить насос. Вы его включаете. И тогда у вас доступ в центр идёт, собственно, к боссу. Мне это не актуально, потому что я уже снес и получил чёрный ящик с текущего босса. Но боссов можно периодически проходить заново, если у вас есть желание. Также не забываем тут про нашу любимую заправку, которая практически в каждом этом присутствует. Единственное, я здесь её не вижу. А, вон она. Вот, собственно, наша любимая заправка, которая также нам добавляет топливо. Собственно, вы сюда приехали, забрали топливо, разобрали машины. Если у вас, по поводу машин, если у вас есть визитка, это ивентовый предмет, который, испарись, который, собственно, присутствует, ну, выбивается в зимнего ивента, вот, то вы, если у вас стоит зима, вы можете нажать использовать и через металлолом разобрать, получить цемент. Цемент продаётся за 600 монет, что ли, если не ошибаюсь. Достаточно дорого, в общем, у, собственно, у торговца, у скупщика, который присутствует в поселении во всех. Давайте поедим, чтобы наш персонаж не сильно голодал. Я, в принципе, вроде вкратце вам всё по, именно по Эмбе рассказал, по возможности рассказал про заражённую пасть. В начале видео я прикреплю скриншоты на актуальную версию, в данный момент версия 8.3.1, актуальная, и скриншоты по ней будут работать. Если, как говорится, что-то не соответствует, ищите информацию уже в Википедии, потому что информация, скорее всего, будет обновляться, там, и для вас, собственно, будет, если, как говорится, скриншоты, которые предоставлю вам, я перестал быть актуальным, потому что наши любимые разработчики иногда обновляют ямы, по крайней мере, на моей памяти это было несколько раз, и они, собственно, ну, ямы, у нас там будет другой лут. Поэтому самое, в принципе, основное, это просто прокачка биолога. Нажимаете кнопку исследования, нажимаете кнопку исследовать, и поехало. Собственно, прокачивайте. А, еще забыл сказать, если у вас будут спрашивать про документы, документы, вы, у вас они получаются, вы должны выполнять задания. В поселении, в этом, вы просто заходите к бармену, ну, собственно, задание, и делаете задание, собственно, 1, 2, 3, на Эмбу. Не вот эти первые, а именно вторые задания, которые будут здесь, не на Декомпозит, а еще одни будут задания, Декомпозит вам, кстати, скорее всего, улетит, и у вас будут задания, просто 3 штуки, на, просто, как говорится, рандомные задания, тоже связанные с Эмба. Вот, и на третьем задании у вас, собственно, выдадут возможность получить документы. У меня нет возможности вам их показать наглядно, потому что у меня их нет в наличии. Но факт в том, что вы приносите их так же, эти документы приносите, собственно, к биологу, и вы, собственно, продвигаетесь дальше по его исследованию. Я думаю, по документам понятно. Вы должны просто делать задание, собственно, в баре, где у вас находится биолог. То есть, вот, например, у нас, в данный момент, находится биолог здесь, в городе Киев. И, собственно, мы именно здесь должны делать задание. Если у вас находится биолог в городе Тула, вы делаете задание в городе Тула, для того, чтобы получить документы. Я думаю, это понятно, я объяснил. для того, чтобы лутать города, в основном, нужна, собственно, аида любого типа. Экстракторы могут помочь вам разделать мицелий. Это те части. Собственно, давайте, я сейчас вам доеду, покажу. У меня присутствует мицелий у меня на базе. Сейчас доеду я до базы и вам покажу, собственно, как выглядит мицелий, как выглядит все остальное. Ну, вот. Ну, вообще, сам по себе Эмбо-город шикарно сделан, особенно в последнем обновлении, ну, в последних обновлениях. Господа разработчики нам приблизили зеленые города. Раньше, да, этих городов нужно было хрен знает сколько ездить. Ну, они откровенно далеко находились. Сейчас их приблизили нам прям очень-очень близко, особенно, ну, не все, но некоторые приблизили. Что касаемо, например, зеленого города Тула, ему прям очень сильно приблизили этот зеленый город, что не может не радовать, потому что иногда просто уматывалось до него кататься. самое лучшее, кстати, средство снятия радиации, это хлорцистамин. Он снимает за 24 часа 72 единицы радиации. То есть, вы его нажали и просто поехали. Ну, то же самое работает и в городах. То есть, вы едете, радиация сбивается. Шикарно. А стоит хлорцистамин сейчас 100 монет, то есть, 100 черных рублей. Если вы играете в другой зоне, например, в гаечной либо в продуктовых карточках, она, собственно, стоит в два раза дороже. Собственно, сейчас я вам покажу по Эмбо. У меня присутствуют еще расходники в виде мицелия, в виде биомассы. Сейчас я вам их покажу. Чтобы вы имели представление. Вот, собственно, экстракторы. Вот биомассы и вот мицелия. Вот, собственно, куски мицелия можно разделать с помощью экстрактора либо с помощью ножа. Вот, собственно, геноплоды, которые вытряхиваются из городов. И вот, собственно, гербицид, который вытряхивается из биологов, как я вам показывал уже. Вот, собственно, это все, что я хотел вам рассказать на данный момент. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok